В разгаре страда уборочная. Комбайнеры трудятся от заката до рассвета на счету каждый час, каждая минута. Не зря говорят летний день, год кормит. Более полумиллиона тонн. Столько зерна уже засыпано в закрома Брестской области. Регион лидер в республике. За этим показателем труд агрария. В каждый день в регионе увеличивается число комбайнеров-тысячников. В СПК Дерапеевич и Малорильского района на полях лидирует экипаж семьи Бойко. Отец и сын уже не первый год из бункера своего комбайна выдают более тысячи тонн зерна. Говорят, нам не привыкать, ведь мы, семья, династия. На земле работали наши деды и отцы и всегда поддерживают родные и близкие. Супруга ваша гордится ли за вас? Конечно, интересуется. Бумагу эту приносим домой, считая итоги, типа за день, например, за общий, за день. Третий помощник. Думаю, заходим, все уже, как бы, ужин, все готово. Заходим поздно, 11 частиком, почти постоянно в 11. Гордиться, ну, может быть, что-нибудь как-то в себе там, ну, гордиться нам, я думаю, по-любому, потому что сколько лет. Родственники лучше друг другу понимают, что ли, вот так. Ну, я даже не понимаю. Ну, вы же знаете, что не все ладят родители с детьми? Ну, у нас такого нету, да, бывает разногласия, но это скорее вот такие даже дружеские, то есть мы понимаем это, ну, без обиды, без ничего, если какие-то ссоры происходят. Потому что, ну, для меня, наверное, отец уже стал больше как лучший друг, чем отец. Ну, и как пример, то есть мы с ним не конфликтуем. Ну, даже если бывают какие-то ссоры мелкие, непонимание друг друга, ну, как бы, никто в обиду не берет. Это мы понимаем себя вдруг с полуслова и всегда, как бы, ну, друг за дружку, как бы, ну, нету никакой обиды, взаимопонимания, помощь только и все. Прямо в поле, в самый разгар дня, с поздравлениями и наградами в СПК Доропевичи приехал председатель Брестского госполкома Александр Рогачук, чтобы поблагодарить за работу, за ответственное и добросовестное отношение к труду, а еще вручить лидерам сувениры, выпущенные к тысячелетию Бреста, медаль, юбилейные монеты и книгу. Хлеб всему голова. Так, говорят, не зря, ведь от аграриев во многом зависит благосостояние страны. И в Бресте, городе перерабатывающей промышленности, знают об этом не понаслышке. Город невозможен без экономики, а наша экономика городская – это переработка сельхозпродукции. Это наши крупные гиганты – хлебопродукт, мясокомбинат, Саушкин продукт, Санта. Это все же, прежде всего, аграрная работа. Поэтому вот эти люди, они реально строят Брест. Находясь здесь, за 50 километров от города, он реально созидает и строит Брест. Вот почему я искренне волнуюсь и очень рад, что такие люди у нас есть. Сергей Бойко в разговоре с Александром Рогачуком признался, что работу комбайнера не променяет ни на какую другую. Тяжело – да, но приятно радуют результаты и осознание, что это сделал ты. А если рядом сын – помощник, радость – это двойная. А для Максима, будущего инженера-механика, студента третьего курса Брестского государственного технического университета, это прекрасная возможность приобрести нужный опыт, ну и копеечка кровно заработанная не помешает. Главный приоритет мне – это нравится. То есть, ну, я как уже говорил, то есть, у меня душа лежит к этому. Во-вторых, возможность подзаработать даже неплохая, как для студента, тем более, что тоже как бы на год обеспечить себя что-то там неплохими деньгами, так сказать. Настолько здорово, что даже не подается словами описания, потому что трудолюбивый отец воспитал трудолюбивого сына, трудягу сына, и это счастливый отец. Поэтому только не занятые люди, они занимаются какой-то ерундой, ищут себя, скучно видишь ли все. А здесь некогда людям скучать, и при даче зарабатывают еще деньги, хорошие деньги. Поэтому это на самом деле восхищает. Это восхищает прежде всего. Мне уже, наверное, трудно чем-то восхитить, но вот эта семейная династия меня восхитила. Непростые погодные условия сложно переживаются людьми, но стоит отметить, что такая жаркая и сухая погода благоприятствуют уборки. В целом, Малорицкий район уже перешагнул экватор Жатвы. Полностью убранный посевы озимого рапса близится к завершению уборки зерновых. СПК Доропевич и небольшое хозяйство. Если смотреть по размерам земельных площадей, всего 2,5 тысячи гектаров, почти тысяча из которых определена под зерновую группу. Они не планируют стоять на месте, а только лишь развиваться и достигать все больших результатов. Нам как бы расширяться уже сегодня в этих размерах трудновато, поэтому мы там ставим вопросы, может где-то как-то кто не возделывает земля лишняя и так далее взять. Но, по крайней мере, пока еще не находятся. И какие-то планы сегодня строить на то, чтобы по расширению в этом плане, то не приходится. Но, тем не менее, мы видим, что еще можно расти по продуктивности, как и полей, так и на ферме, так и по привесам и так далее, и так далее. За счет этого, и чтобы все это дело выжимать, для того, чтобы можно было расти и в доходе, и в итоге поднимать и зарплату, повышать производительность труда за счет механизации, за счет повышения уровня механизации. В качестве трогательного и душевного подарка перед хлеборобами прямо на ступенях отечественного комбайна выступила певица Александра Гайдук. Она исполнила капелла в фрагмент белорусской народной песни «Куполинка». Куполинка, куполинка, темная ночка.